Каникулы продолжаются. В детских оздоровительных лагерях начались заезды на вторую смену. К Черноморскому побережью новорингойские школьники отправляются заранее, так как путь не близкий. Вчера поезд увез две группы в Анапу, в санатории Дюна и Буревестник. Эти лагеря впервые будут принимать детей из Нового Уренгоя. Как проходили сборы юных курортников и расставания с родителями, расскажет Елена Коробко. Там шампунь, мочалка, крем, сланцы, крем от солнца. Первые дни обязательно, чтобы ты спинку мазал. Хорошо, чтобы не сгорел. Это первое самостоятельное путешествие Матвея. Мальчик на отлично закончил третий класс, имеет множество наград за участие в городских, всероссийских олимпиадах и конкурсах. Поездка в лагерь – награда за его старания. Матвей уже предвкушает отдых на море. Когда отдыхал весной, это весной, увидел аквапарк Анапы. Вот в первую очередь туда. Обещали вас туда свозить? Ну, будут экскурсии, я думаю, туда в любом случае. Даже на каникулах прилежный ученик находит время для чтения. Вместе с вещами и средствами гигиены упакован четвертый сборник серии книг зарубежных авторов «39 ключей». В чемодане ничего лишнего, чтобы было не тяжело нести. Дополнительный груз, пакеты с сухим пайком. Несмотря на то, что детей в поезде обещали кормить три раза в день, дороге всегда хочется перекусить. Воду я тебе специально не стала брать газированную, чтобы животик не болел, потому что будет жарко в поезде, чтобы пили. Матвей только вчера вернулся из Омска от бабушки с дедушкой. Виктория не видела его целый месяц, но работа эксперта-криминалиста не позволяет уделять сыну много времени. Из-за частых суточных дежурств мамы Матвей рано стал самостоятельным. Виктория тревожится только за то, чтобы ее ребенок не заболел в дороге и не приохладился на море. А в остальном уверена, поездка пойдет ему только на пользу. Стирать научились себе носки, ногти научились постригать. Специально к лагерю, как бы то, что не умели делать до этого. Материнское сердце, конечно, болит. То есть мы уже вчера там с ним обнимались, целовались. Я говорю, господи, как я соскучила с Матвеевшкой еще на месяц. Но у мамы-то я прекрасно понимаю, что ребенку, конечно, будет лучше на море, чем здесь, в Уренгое. Сейчас начнется мошка, дожди. Вместе с Матвеем в санатории Дюна будет отдыхать 21 школьник из Нового Уренгоя. В специализированном составе поедет еще одна группа детей в лагерь «Буревестник». Оба оздоровительных учреждения в этом году впервые принимают юных северян. Немножко мы, конечно, переживаем. Но я уверена, что отдых будет организован качественно. Что интересно, что анапские лагеря в этом году представлены для детей более, скажем так, старшего возрастного центра. То есть, если ранее мы отправляли до 15-16 лет, то сейчас и подростки с 17 лет имеют шанс попасть в детский оздоровительный лагерь. Поэтому приглашаем население города за путевочками на третью смену. По словам организаторов, в этом сезоне очень плохо расходятся путевки. У родителей могут поменяться планы в любой момент. Еще одна проблема – нехватка сопровождающих. На 20 детей приходится один взрослый. Но когда речь идет об опытных кадрах, опасений быть не может. Рустам Чаршанбаев уже в третий раз вызывается вести своих троих дочерей и остальных школьников. На нем лежит большая ответственность не только за их здоровье, но и за веселое времяпрепровождение. Стараемся, чтобы приблизить их, проводить всякие игры, общение, развлекать. Получается как бы дружная команда. Последние напутственные слова и любящий материнский взгляд. Месяца в теплом климате хватит, чтобы сын повзрослел и набрался сил для нового учебного года. Ладно, давай отдыхай. Я буду очень скучать. Я тоже буду звонить. Хорошо? Елена Коробко, Феликс Рассихин, Служба новостей «Импульс». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!